Илья Артемьевич, я знаю, что у вас было блокадное детство. Вы что-то помните из того времени? Да, конечно. Война нас застала в Петергофе. Моя мать работала в петергофских музеях. И на лето мы туда выехали. Ну и, наверное, до конца июля дальше уже было опасно, немцы продвигались. Мы жили в Петергофе на территории парка Александрия. Потом переехали в Ленинград, в нашу квартиру. Квартира, в которой я прожил до, собственно, отъезда в Москву, в доме соседнем с Эрмитажем. Сейчас нас, ну не сейчас, в конце 80-х годов нас оттуда вытрахнули. Этот дом занял Эрмитаж. Но около 50 лет я прожил на Дворцовой набережной. Вот туда мы вернулись. А когда в сентябре, после того, как плакат замкнулось, начались бомбардировки, в частности, в одну из первых бомбардировок был разрушен один из домов на Дворцовой набережной. То есть все, кто оставался в Ленинграде, уже подвергались определенной опасности. Мы фактически переселились в подвалы Эрмитажа, Зимнего Дворца и Эрмитажа. Там огромные сводчатые подвалы, которые считались относительно безопасными. Что если бомба попадет в это здание, то в подвалах люди останутся. И там, по всякому случаю, я, бабушка, мать и дед, которые работали, не знаю, где они ночевали, не помню сейчас. А мы там жили до, наверное, до начала или середины октября. Когда в этих подвалах уже переставал гореть свет, замерзла канализация, то есть условия были уже непригодные для жизни, мы вернулись в нашу квартиру. И вскоре наступил Новый год. Помимо меня в семье еще была девочка немного старше меня. Ваша сестра? Нет. Была взята на воспитание, поскольку ее родители в это время были далеко. Репрессированы? Репрессированы. Да. И о том, чтобы устроить елку, конечно, речи не было. Но оставались еще зеленые лимонные деревца в горшках. И потом они, естественно, замерзли и высохли. А тут они были еще зеленые, и мать или бабушка повесили несколько елочных игрушек. Вот так был встречен Новый год. 42-й. 42-й. Естественно, что никакого отопления не было. Все жили в одной комнате вокруг буржуйки, которую топили. Библиотека не пострадала, но всякие не столь нужные бумаги шли на то, чтобы согреться. Разрубили один письменный стол, может быть, еще какая-то мебель. Ну, во всяком случае, так, мы воду брали, бабушка, наверное, ходила из Невы. Ну, дети практически до весны не выходили, оставались в этой холодной квартире. И в июне мать, бабушка и вот двое детей, мы эвакуировались через Ладогу, ходили катера. Предыдущий катер немцы разбомбили, так что это тоже было... На ваших глазах? Нет, но было известно, что вот предыдущий... То есть вы понимали, что вы можете и не добраться до места эвакуации? Взрослые понимали. А вы нет? Ну, мы, наверное, не понимали. Вам этого не говорили? Ну, во всяком случае, не акцентировали. Ехали мы, так сказать, никуда. Добрались до Вологодской области. В какой-то деревне с почти или совсем незнакомыми людьми договорились там остановиться. Какие-то были деньги и какие-то свои платья мать взяла. И вот такая деталь, что, хотя достаточно много и летних, и зимних вещей надо было везти с собой, мать и бабушка взяли швейную машинку в Зингер. Поскольку мать хорошо шила и вот этим подрабатывала летние месяцы. Ну и к осени удачно она увидела объявление, что в техникуме недалеко от Вологды, в городе Сокол, там требуется преподаватель техникум молочной промышленности, но преподавалось, там среднее образование дается, преподавалась история и политэкономия. Мать, выпускник университета исторического факультета. Ну вот, мы туда переехали и два года жили в этом Соколе на территории техникума. Дали там комнату, мать преподавала, и там я пошёл в школу, сразу во второй класс. Мне было 8 лет. А вы пошли во второй класс, вы уже умели читать, писать? Ну, меня подучили, в всяком случае, за лето более-менее, к этому подготовили. Ну вот, там два года я отучился, и как только блокада была снята, это январь 1944 года, мать подала документы, тогда вернуться в Ленинград можно было только по вызову. На вызов, чтобы вернуться к работе в этих пригородных музеях. Вызов получили, и опять же, в июне уже 1944 года мы вернулись по железной дороге в Ленинградскую квартиру. Ну, в это время уже снабжение наладилось, хотя были карточки. Дед всю блокаду проработал санитарным врачом в Ленинграде. Илья Артемович, почему вы решили поступать на биофак Ленинградского университета? С детства был интерес и к насекомым. Я теперь спрашиваю студентов кафедры энтомологии, в каком возрасте вы заинтересовались насекомыми. Это некая очень ранняя особенность некоторых детей. И часто этот интерес проявляется в 4, 5, 6 лет. И иногда даже остаётся на всю жизнь. Да, вот у энтомологов этот интерес приводит их именно на кафедру энтомологии. У меня интерес тоже к насекомым проявился рано, наверное, в 6 лет, а может быть, 5 лет, если я не путаю. Но и растения меня тоже всегда привлекали. Во всяком случае, это был такой интерес детских лет, который мать поддерживала, старалась стимулировать, хотя сама она далека была от биологии. Я сказал, что она историк. И поэтому куда поступать у меня особых сомнений, колебаний не было. Поскольку я окончил школу с серебряной медалью, я поступил без экзаменов, всё это было просто. Илья Артемьевич, когда читаешь вашу научную биографию, очень часто наталкиваешься на слова «впервые», «впервые», «первым». Вот, например, в конце 50-х годов прошлого века вы первым применили генетические методы при изучении наследственности и изменчивости у дрожжей. Это действительно. Что дали эти эксперименты? Да, это те дрожжи, которые употребляются в хлебопечении, пивоварении, виноделии. К 50-м годам за рубежом дрожжи стали важным генетическим объектом. Генетика всегда занимается каким-то живым организмом в качестве своего объекта. Тогда на первые позиции вышли бактерии, но за ними были привлечены к генетическим исследованиям и дрожжи сахромицахи, как их называют. В Москве здесь, в этом институте, точнее, тогда это был институт не общей генетики, а просто институт генетики, Косиков Константин Васильевич в конце 40-х годов начал экспериментировать с дрожжами. Но директором института, тогда был Лысенко, и хотя Косиков начал работать ещё при Вавилове, в институте генетики, он перешёл на позиции Лысенко, и его исследования на дрожжах, которые он вёл, также вот велись с этих позиций, как тогда говорилось, в Мичуринской биологии. И современные для того времени методы, не буду их перечислять, это, так сказать, специальное дело, им здесь не применялись. Ну, я побывал и в лаборатории Косикова, тогда институт генетики располагался на Ленинском проспекте, дом 33. Познакомился с его работами и его публикациями, но и проштудировал зарубежные публикации, которые для нас были доступны в библиотеке, хорошо оснабжались журналами. И, так сказать, понял, как в то время уже надо работать с этим объектом. Ну и вот методы получения, отбора изменённых форм мутантов. Я действительно первый в СССР освоил и к этому объекту применил. А у вас не было неприятностей из-за того, что вы применили генетические методы, не распространённые в нашей стране? Я окончил кафедру микробиологии зимой 1956-1957 года. И в январе 1957 года по конкурсу на заведование кафедры генетики в Ленинградском университете прошёл бывший сотрудник кафедры, который был уволен из Ленинградского университета, профессор Лобашов, который, вернувшись на кафедру, зимой, повторяю, 1957 года, это ещё эпоха лысенковщин, тогда активно Хрущёв поддерживал, Трофим Денисович Лысенко. Но Лобашов объявил на кафедре, что он будет развивать новые направления, в частности генетику микроорганизмов. Ну и я тогда был выпускником и не получил работ после окончания университета, и был им приглашён. И вот с начала 1957 года я стал работать на этой кафедре, где благодаря авторитету, активности Лобашова началось восстановление генетики, как преподавание генетики, меня довольно быстро подключили к преподаванию, так и экспериментальных работ на таком проклятом генетическом объекте, как муха дрозофила. В чём проклятом? Наоборот, вроде бы она героическое такое... Ну, для кого? Героическое существо. Для одних, да, для других генетиков ведь тогда называли мухолюбы человека-ненавистники. Это тоже был, так сказать, символ реакционной генетики буржуазной науки. Но Лобашову удалось отстоять эти направления, поэтому то, что вы спрашиваете, исследования, те, которые я начал, беспокойства не вызывали. Но я... несколько позже, это уже самое начало 60-х годов, но Лысенковщина продолжалась до конца 64-го года. Я написал одну теоретическую работу, которая, ну, потом действительно оказалось, что она оригинальная и достаточно, так сказать, интересная, но я не решился её публиковать. У меня ещё, что ли, тогда не было защищена диссертация, и я положил в стол такую работу. А что за работа, о чём? Ну, генетические последствия некоторых особых вариантов скрещивания у тех же дрожжей. Простенькая математика, но теоретическое рассмотрение вот этого, этих особенностей. Но буквально через 2-3 дня, после того, как был снят Хрущёв, генетика тут же была, так сказать, реабилитирована, что стало видно, поскольку в газетах пошёл поток статей о генетике, я эту свою рукопись вынул, отнёс в редакцию. Ну и хорошо, в 90-е годы её стали цитировать американцы. В 90-е? В 90-е, да. И даже меня пригласили на симпозиум в Америку. Ну, примерно в 2000-м году. Поскольку эта моя работа оказалась важной для истолкования тех результатов, которые исследователи стали получать в 90-е годы. Да, это удивительный случай. Но не уникальный. В Риге работал профессор Лусис, в прошлом сотрудник Вавилова здесь, но он по национальности латыш, и уехал, вернулся в Ригу, на свою родину. Там был профессором университета. Свои работы он публиковал в местных рижских университетских изданиях, некоторые даже на ртопринте. Когда... Это работы 60-х, начало 70-х годов, ну и более ранние у него были. Так вот, когда англичане проявили к предмету его исследования интерес, они процитировали все вот эти работы на русском языке, ну, правда, с английским каким-то разумеем, в очень таких малодоступных изданиях Риги. Поэтому, если работа оригинальная, и написана даже на русском языке, то ее, когда надо, найдут. Ну вот, такое, простите, отвлечение. Илья Артемович, я знаю, что в 69-м уже году вы открыли явление цитодукции. Что это за явление, и чем это важно для науки? Дрожжи, о которых я уже немного сказал, это одноклеточные организмы, и половое размножение у них в очень простой форме. Две клетки, не отличающиеся по размеру и каким-то другим особенностям сливаются, образуется зигота, то есть аналог оплодотворенного яйца, которое дальше начинает размножаться, и продукты почкования этой объединенной клетки, они несут генетический материал обоих родителей. Так происходит в норме. Но каждая дрожжевая клетка имеет ядро, где располагаются хромосомы, и в цитоплазме, то есть вне ядра, имеются, как и во всех клетках, в клетках всех, почти всех организмов, имеются митохондрии с собственным маленьким генетическим аппаратом, тоже ДНК. Ну, вот когда в норме клетки сливаются, то потом гибридное потомство совмещает и ядерный материал двух родителей, и митохондрии от обоих родителей. Мне с сотрудниками, я уже тогда из университета ушёл, работал в Академии наук, достаточно большая была лаборатория, много сотрудников, мы обнаружили, что изредка, ну, где-то 5, скажем, процентов случаев, клетки, да, сливаются, но потомство такой слившейся клетки ядро с хромосомами получает только от одного родителя, то есть ядра не сливаются, а вот эти цитоплазматические структуры, митохондрии от обоих родителей попадают вот в это потомство. Такое явление я придумал называть цитодукцией, то есть переносом цитоплазмы. Это бывает только у дрожжей? Через несколько лет, ссылаясь на меня, слава богу, и во всяком случае применяя вот этот термин, который я придумал, это явление описали у других одноклеточных грибов и у одноклеточных водорослей, то есть у разных объектов, одноклеточных объектов, одноклеточных. Такое явление имеет место. У высших организмов, ну, можно найти тоже аналогии, но там уже другие механизмы, другая терминология используется. В фундаментальном плане, наверное, здесь найти что-то очень важное, интересное нельзя, но практически, опять же, ссылкой, ну, во всяком случае на это название, придуманное мною, это явление стало использоваться, поскольку дрожжи используются в биотехнологии, появилась то ли публикация, нет, наверное, патент в Японии на получение таким способом дрожжей для приготовления саке. Что-то, кажется, было и в Южной Африке, не помню, для чего использовано. Ну, и моя бывшая аспирантка тоже получила, кажется, какое-то свидетельство на штамм дрожжей для виноделия в институте Магарачи в Ялте. То есть в некоторых специальных случаях, для чего это, ну, долго надо объяснять, не стоит, но в некоторых случаях это явление помогает получить ценные для биотехнологии штаммы, то есть разновидности дрожжей. Илья Артемович, в середине 70-х годов прошлого века вы вернулись к своей любви к насекомым и начали изучать популяционную генетику жуков кокцинелит. Да. Зачем это было нужно? Вы всё про меня знаете. Чем интересны эти жуки? Всё про меня знаете. Я упомянул рижского профессора Лусиса, который 50 лет, почти что единственный в мире, как раз изучал этих жуков. Так что я считаю, что я продолжаю его работы, по-многому продолжаю. Действительно, когда я увидел его публикацию, я в библиотеке, я хорошо запомнил, что какое-то особое впечатление она на меня произвела, это 61-й год. И мне захотелось... Ну, я заинтересовался именно этими насекомыми. Ну и действительно, с 75-го года, сначала это как хобби было, последние годы как основная моя деятельность, я занимаюсь генетикой одного из видов божьих коровок, двухточечная божья коровка. То есть это божья коровка, у которой две этих крапинки на спине. Да, две точки чёрные. Почему именно две интересны генетику? Нет, ну... Виды как раз отличаются количеством точек. Вот это вид, который называется Адалия бипунктата, двуточечная Адалия. Родственный вид, который вот сейчас как раз я им занимаюсь, и вчера писал по этому поводу статью. Адалия фригеда, Адалия холодолюбивая, она живёт в северных областях, там пять точек. А с чем связано количество точек? Каждый вид по-своему раскрашен. Это видовой признак. Особого смысла в этом нет. Или вы его пока не видите? Думаю, что и нет. Есть самая распространённая, известная семиточная коровка, семиточная каптинелла, септум пунктата, ну, наиболее известная, которая изображается на всяких сувенирах, экламах, семиточная. Есть пятиточная, двухточная. Сергей Артемьевич, а почему это насекомое называется божья коровка? Мне всегда это было интересно. И вот эта вот... Это действительно... Мистическая история с тем, что она полетит на небо, исполнит какие-то наши заветные желания. Этнограф, филолог, кажется, он был академик, Топоров, написал довольно большой очерк в многотомном, двутомном, кажется, но толстом издании «Мифология мира». Как раз очерк по поводу божьих коровок и символики, которая с ними связана. Он пишет, что это название отражает какие-то очень древние верования. Ещё на этапе, когда была древняя арийская культура, из которой вышли и европейские культуры, и славянские народы с цариями связаны, и Индия, и Иран. И в Индии божьи коровки называются коровой или коровкой, которую пасёт Бог Шива. У них же вообще корова священное животное. Ну да. А это тоже? Ну, как бы да. Небесная корова. Да, во всяком случае, тоже какая-то связь с Богом и домашним скотом. И вот это во многих европейских языках либо отсылка к Богу, либо к Богоматери, леди Бак, леди Битл в английском языке, жук Божьей Матери или клоп Божьей Матери. У французов это курочка Бога. Интересно. У немцев Марьин Кефер, жук Дева Марии. То есть, всё время вот это повторяется. То есть, что она Божья, всё-таки Божья. Божья, Божья. Вот. Почему Божья? Ну, читайте у Топорова. А я в прошлом году, опять же, с целью собрать, меня интересовали дереванские, вот эти Божьи коровьки. Я когда-то их там собирал, но хотелось повторить сбор. Я съездил в Армению. Интересная была поездка. И я спросил, а как у вас называется? Я боюсь сейчас по памяти произнести это армянское слово. Оказывается, что одним словом обозначается Пасха и Божья коровка. Интересно. Одним словом. Одинаково пишется, одинаково звучит. То есть, опять же, отсылка к христианскому празднику и, соответственно, к христианскому Богу. Это удивительно. Что в научном плане важного, интересного вы открыли в Божьих коровках? Мой, так сказать, интерес и первые работы были связаны с тем, что вот у этих двухточечных Божьих коровок одного вида, но особи, экземпляры есть двух окрасок. Красный с двумя чёрными точками и чёрный с несколькими красными пятнами. Это один вид, ну, так же, как у людей блондины, брюнеты, так же они и отличаются, свободно скрещиваются, потом полдовиты и так далее. Так вот, чёрных в Ленинграде 80%, 20% красных. Ну, сейчас двинулась, но это отдельная история, когда я начал собирать, было 80%. А я тогда приезжал в Москву, собирал здесь, впрочем, вот этот профессор Лус до меня это уже описал, а в Москве красных, чёрных меньше 10%. Вот так. Вот в чём разница, оказывается, между двумя столицами. Да, да. Я старика Луса, я навещал, когда ему 80 лет было, просил, ну, а как вы это объясняете? Ну, как вообще за городом и в других местах преобладают красные, а Москва это большая деревня. Вот так вот. Вот. Но это, конечно... Ненаучное объяснение. Не вполне научное. Вероятно, климатические факторы. Есть некоторая тенденция, что близость к морю способствует накоплению чёрных. Но, наверное, есть и другие факторы, потому что в том же Ереване, который от моря далёк, там тоже много чёрных. Вот так. Наверное, они там загорают. Может быть. Может быть. Вот. Ну, вот такое интересное явление, но что мы действительно открыли, вот, когда я уже здесь, в Москве работал, оказалось, что божьи коровки этого вида в своих клетках оказываются заражёнными бактериями, которые живут внутри клеток, в цитоплазме. Я упоминал цитоплазму в другой связи. Помимо митохондрии, там оказываются и бактерии. причём если в Англии, как была опубликована до нас работа, встречается один вид от бактерий, то в Москве мы нашли помимо английской бактерии ещё два других вида, совсем других бактерий, которые в тех же самых божьих коровках живут и все три эти бактерии это рикетсия, спироплазма, вальбахия имеют очень своеобразный эффект для своего хозяина. Они эти бактерии передаются от матери потомству через яйцо, поскольку они в цитоплазме живут, то они находятся во всех клетках, в том числе яйцах и потомство получают эти бактерии. Так вот, все эти три совершенно разные бактерии имеют способность убивать мужские зародыши. Соответственно, заражённая коровка, мать, производит чисто женское потомство, оставляет только дочерей, а на ранней стадии развития, ещё в яйце, зародыши мужского пола погибают. Такие амазонки. Ну, получается, что да. Размножение за счёт самцов из других семейств, где этих бактерий нет. Ну, вот, то, что этим эффектом обладают три совершенно разные бактерии, заставляет задуматься, зачем и кому это нужно. О какой-то генетической целесообразности этого процесса. эволюционной целесообразности. Ну, а мы потом стали заниматься изучением распространения этих бактерий, распространением в других видах, географическим распространением, вот. Ну, вот это, пожалуй, наиболее оригинальное, что нам удалось сделать. И сейчас сотрудники нашей небольшой лаборатории, она называется генетики насекомых, собственно, единственная в стране такая лаборатория, действительно некоторые интересные эволюционные явления здесь имеют место быть и заслуживают изучения. Илья Артемьевич, вас называют создателем школы сравнительной генетики. Как бы вы сами охарактеризовали эту школу? В чем ее уникальность? Вы знаете, действительно некоторая группа моих в прошлом учеников, сотрудников может считаться школой. По отношению к некоторым я, наверное, больше оказал влияние на научные интересы или направление дальнейшей деятельности, других меньше. Я все-таки думаю, что если говорить о школе, то основное достижение, которым я могу про себя гордиться, то, что среди моих студентов, аспирантов два полных академика, а кто? И среди их, то есть уже следующего поколения, внуков, еще еще два академика и один член-корреспондент. Давайте назовем этих академиков и это член-корреспондент. Интересно. Академиков не так много, можно и назвать. Да, ну, одним из первых студентов в Ленинграде пришел ко мне на третьем курсе и я с ним работал до начала его аспирантуры академик Ингевич Томов, который сейчас директор филиала нашего института и многолетний заведующий кафедрой генетики там. И мой первый аспирант и первый защитившийся моим руководством Марк Михайлович Левитин, который после аспирантуры всю жизнь проработал и продолжает работать в институте защиты растений под Ленинградом и два его аспиранта стали академиками. Марк Левитин начинал заниматься генетикой не дрожжей, а других грибов. Интерес к генетике у него всю жизнь сохраняется, но он в основном себя проявил как миколог и фитопатолог. Автор нескольких пособий, руководств. Недавно его книжка вышла. Так что это школа несколько сдвинутая от генетики, но с Марком Михайловичем мы продолжаем тесно контактировать, насколько это нынешние обстановки возможно. Илья Артемьевич, помимо всего прочего, вы автор множества замечательных книг, в том числе научно-популярных. Некоторые из них носят интригующее название. Я хотела бы вас об этом спросить. Например, книга по названию «Ученые верят в Бога». Что это значит? Правда верят? Все? Нет, не все, но я собрал высказывания примерно грубо говоря пять-шесть физиков и десять биологов, которые были во всяком случае некоторые глубоко верующими, другие сочувственно относились к религии. их высказывания по этому поводу показывают, что утверждения о так сказать несовместимости науки и религии в общем не имеют основания. Совместимы. Совместимы в головах одного и того же человека. Вот. из таких ярких примеров сошлюсь на двух биологов-эволюционистов. Важно слово эволюционист, поскольку нередко утверждается, что именно теория эволюции противоречит и нанесла решающий удар по религии. По так сказать примитивной вере в Творца, ну да, безусловно, не по Библии, конечно, живой мир возник. Вот. Поэтому важно мнение эволюционистов. Крупнейший генетик-эволюционист Феодосик Григорьевич Добржанский или Добржанский в прошлом сотрудник кафедры генетики в Ленинградском университете, вот откуда я вышел, потом оказавшийся в Америке, по стипендии туда уехавший, но не вернувшийся в 30-м году, оставшийся там, он считается основоположником генетики популяции. то есть фактически генетических основ эволюционного учения. Его знаменитая книжка, которая наконец была переведена и издана под моей редакцией «Генетика и происхождение видов». Он её в Америке издал в 37-м году, после этого он, так сказать, был признан как основоположник этого направления, а у нас она была издана только в 2010-м году. Но это сейчас уже памятник научной литературы. Так вот, эволюционист Добжанский был глубоко верующим человеком, оставил советские высказывания. Я так понимаю, для вас тоже нет такого чёткого разделения наука или религия? Нет. они могут сосуществовать. Есть у вас ещё книга, которая называется «Рожать нельзя клонировать». Где вы ставите запятую для себя? Или нигде не ставите? Нигде не ставлю. Слава Богу, эта проблема сейчас как-то потеряла остроту. 20 лет назад, после первых опытов по клонированию, это действительно обсуждалось и очень остро были какие-то авантюрные обещания клонировать человека. Наверное, технически это возможно, но как-то даже у таких авантюристов от науки к этому интерес упал. Сейчас ничего не слышно, хотя исследования, проведённые на обезьянах уже после 2000 года, показали, что, наверное, это могло бы получиться. Если бы это было разрешено, одобрено, массовым клонированием никогда не стало бы из-за технических сложностей, но отдельно и в конце концов, если у уже немолодых родителей погиб единственный ребёнок, но от него остались замороженные клетки, ну почему не восстановить? Казалось бы, в этом ничего, так сказать, преступного или предсудительного нет. Но сейчас это не обсуждается. Ну, вы хорошо познакомились с моей библиографией, из моих последних книг, что такое судьба с точки зрения генетика. Что такое судьба? Там есть, конечно, в этой книге определение судьбы, которое я сейчас сходу не могу вспомнить, но основной материал этой книги, собранные там примеры и данные, показывают, что судьба человека имеется в виду жизненный путь и, так сказать, основные судьбоносные события во время жизни на 80, 90, 95 процентов определяются нашими генами, которые мы получили от своих родителей и от более далёких предков. Вот тот материал, который мне удалось собрать, и он там приводится, меня в этом убеждает. Вот это основная мысль этой книги. Но разумеется, если вам падает на голову сосулька, которая делает вас инвалидом или убивает, то генетика тут не при чём. Тяжёлая сосулька, генетика не при чём. То есть какой-то рок вмешивается. И я разделяю рок и судьбу. Илья Артемович, как вы думаете, что в вашей жизни было роком? Сосульки не на голову. В Ленинграде падали? Не падали. Сосули, как это надо говорить. Не падали, не падали. Не падали. А что? Нет, не могу сказать, чтобы были какие-то роковые события. Может быть, хорошие какие-то неожиданности. Наверное, можно даже сказать, слава богу, роковых событий я не припомню. Вот я говорил о бомбёжках. При одной из первых бомбёжек соседний дом Дворцовой набережной был разрушен. Наверное, там и много людей погибло. Наш дом устоял. Ну и по дороге жизни вас вывезли, вы тоже уцелели. вывезли. Предыдущий катер был потоплен. И то, и другое. Для кого-то это были роковые и трагические события. Но, к счастью, не для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok